Всем привет! На связи Дмитрий Соболин, руководитель отдела продаж компании Goodhouse. Сейчас я нахожусь на нашем производстве и сегодня у нас на обзоре вот такая банька. Размер у нее 5 метров с боковым входом. Давайте посмотрим, из чего она сделана и что у нее внутри. Поехали! Баня у нас покрыта маслом Biofa. Цвет это у нас темный орех. На крыше гибкая немецкая черепица Doki. Цвет коричневый. Установлен такой вот боковой вход. Дверь массив, деревянная, на трех петлях. Как всегда у нас также сделан вынос топки на улицу. Можно увидеть, как все обшито нержавейкой. Печка Vesuvius Optimum. Здесь чугунина. Тут все из чугуна сделано. Длинный зольник уже металлический. Закрывается. Так, ну и давайте пойдем сразу внутрь, потому что у нас, как всегда, шумно на производстве. Так, мы находимся сейчас в предбаннике. Вернее, это комната отдыха. Баня уже готова к транспортировке. Уже лежат венички березовые. Это все у нас идет в подарок. Также есть такая вот вешалка с нашим логотипом. Потом клиенты смогут ее повесить, куда захотят. Камни все идут в комплекте. К данной печке у нас идет 100 килограммов камней до 5 пачек. Все идет в комплекте. Запасная черепица для транспортировки, потому что бывает, что черепица может повредиться при разгрузке. Но это редко, конечно, но все-таки на всякий случай. Столик сделан. Столик также из массива. Окошко 50 на 50 деревянное. Открываемое. Все-таки достаточно туго. Герметично и хорошо закрывается. Так, ну электрика у нас также все по стандарту. Двойной выключатель. Двойная розетка. Разводка кабелем. Светильники керамические. Так, и вот в этой баньке у нас есть интересная новая особенность. Это металлический поддон. Сделан он также из нержавейки полностью. Это замена акриловому, либо обычному металлическому поддону 800 на 800, скажем так. Ну здесь уже размер у нее 1200 на 600, я так понимаю. Сделаны все загибы. Все полностью провалено, чтобы нигде ничего, вода, влага не уходила. То есть все по швам сделано хорошо. Также здесь сделаны специальные такие наличники, чтобы поддон вода не затекала, когда человек будет мыться. Все достаточно жестко. Я вставать, конечно, не буду ногами, чтобы не испачкать. Но сделано все на совесть. Слив. Слив прогермечен. Видно, что герметик здесь есть еще, чтобы тоже вода не утекала. Вот, и вывод будет сделан на улицу. Сделана такая вот сидушка. Тут у нас отверстие для вывода крана, поскольку печка стоит в левой стороне. И сюда будет выводиться кран с горячей водой. Тут уже человек будет набирать воду и обливаться. Полы все у нас пропитаны маслом, как и всегда. Все также от компании Biofa. Цвет тот же самый, что вы выбираете снаружи. То есть полы будут в цвет самой бани. Какой цвет вы выбираете, такого цвета будет у вас и пол внутри. Так, ну и парное отделение. Сделан двухуровневый полок. Нижний Г-образный. Верхний уровень. Форточка сделана 30 на 40. Печка Vizuio Optimum, как я и говорил. Сталь здесь очень толстая по трубе. И потопки тоже. Ну, кстати, вот это вот все основание, которое вот идет, где камера горения, где уже нагрев идет непосредственно. Камни обкладываются здесь вокруг 100 килограммов. Все уже обшито здесь. Обрамление идет. Двухмиллиметровая сталь плюс пруты. Пруты, наверное, миллиметров 5. Ну, здесь ничего не прогорает, естественно, в этом месте. Это обрамление служит для того, чтобы держать камни вокруг печки. Сама печка сделана из 6-8 миллиметровой стали. Ну, плюс чугунина, конечно же, используется, чтобы нигде ничего не прогорело. Печка очень хорошая. Сделан вынос трубы на улицу. То есть здесь у нас также лист нержавейки. Внутри базальтовая вата, снаружи мастер-флэш. Для того, чтобы у вас снаружи вода не затекала, когда идет дождь, допустим. Ну, и также баня не выхлаждалась. Все полностью защищено. Внутри также листами нержавейки. Здесь видно, что у нас сделан мини-рит. То есть нержавейка не напрямую к древесине прикручивается, чтобы нигде ничего не загорелось, не обуглилось. Также здесь лист мини-рита. Все сделано через воздушную подушку, чтобы опять так же доска у вас не обуглилась в случае перегрева. Ну, и выдержано, конечно же, расстояние. То есть печку все равно очень близко, вплотную нельзя, при том, что вы на стопке делается на улицу. Поэтому делается специальный отступ. Все, чтобы было у вас максимально защищено. В комплекте также идет бак для воды. У нас здесь вот спрятан. И сэндвич-труба. Слив дополнительный. А это, я так понимаю, зонтик. Да. На трубу, которая уже крепится сверху. Все от компании Феррум. Все строго из нержавейки сделано. Также козыречек из нержавейки. И это будет крепиться на улицу над топкой. Чтобы вода не стекала у вас именно в топку и в зольник, когда идет, допустим, дождь. Ну, и так же, когда будет таять снег и тому подобное. Чтобы у вас не намочило печку с наружной стороны. Вот такая у нас получилась банька. Дорогие друзья, такой поддон мы ставим в наших банях впервые, а именно из нержавейки. Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по поводу данного поддона. На связи был Дмитрий Шабалин. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok